всем привет дорогие друзья а сейчас мы стане отправляемся на прогулку на ближайший пляж идти к нему пешком больше часа и я думаю это будет увлекательное путешествие я в шортах потому что жара здесь остались смотрите кто тусуется он все время где-то возле нас все время очень дружелюбный гусь гусь его даже можно погладить 24 градуса и гусь бежит за мной ты с нами побежали я не знаю утка это гусь это мистер гусь сейчас нам нужно перейти реку и мы выйдем на дорогу эта дорога прямиком ведет к пляжу а гусь догоняет переходим реку тут скользкие плиты внутри гусь плывет к тебе он пойдет с нами давай его с собой возьмем кстати кота таня уже приручила он приходит к нам в комнату ложится на кровать и спит с нами попил воду с унитаза он зачем залезла в унитаз прям и начала так воду пить я только хотела и водички налить и она уж сама как бы разобралась лишь она знала что в унитазе вода уличный код обходим забор хотя тут есть дверцы смотрите я в плавках а он плывет там внизу зарабил видит нас и плывет тоже вдоль дороги вот я проложил карте маршрут куда нам нужно идти погода отличная что с тобой я покатить ада сможешь туда запрыгнуть залезть забежать молодец аккуратно саш энтузиазм хороший все для тебя все что захочешь все что захочу на ручках понесешь вчера носил одну минутку ручей уже бежит таня в моей футболке тебе идет и шортики у тебя хорошие подчеркивать все достоинства мы станем сейчас дошли к бассейну природному и я хочу в нем покупаться аккуратно ты что главное чтобы там змея не было трусы снимешь и тоже я думаю да а прикинь мы с тобой бы тут вдвоем купались в болоте в этом каком болоте ну да там очень мелко саш как ты там нырять собрался я так боюсь змею это знаешь я буду приходить сюда а 100 остудить свой пыл когда таня будет неподступная но напрягись чтобы пресс был чтобы пресс давай пресса делать я такой какой есть хорошо будет идти в мокрых шортов не удалось мне нормально покупаться я думал там поглубже будет все идем мы дальше продолжим свой путь на пляж это рог для рогоносцев а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тане прям в нос только что влетела какая-то саранча или птица Похоже на калибри было Тут живности может быть много Поэтому не наступай на кусты, не наступай на какие-то палки Посмотрите сколько ты добежишь до поселка, если меня змея укусит Идем мы сейчас через молодой лес, очень красивый кстати Будто парковая зона, природа сама все создала Смотри Таня, там пчеловодство впереди Будки для пчел Смотрите, там огромная черепаха сухопутная Саша, ну зачем ее трогать? Она себе сидит спокойненько Не урони ее Зачем ты ее трогаешь? Очень большая Хочешь подержать? Нет Бери Слушай, ну мне ее жалко Не боится Тяжелая Ну да Она шипит Пожалуйста Что? Вот туда ее поставь Куда ты ее? Да что ты ее боишься? Да потому что она лапками начала дергать И что? А ты бы не дергала лапками, если бы тебя подняли? Ну так нахрен ты ее взял? Отнеси где взял Лапками говорю Видишь? Вот она шкребется Постань на место Она хочет и себе домой Ну потому что нечего трогать Вот я ее где взял, там и верну Вот смотри Все Черепаха, извините, пожалуйста Все, идем дальше Смотрите, сколько здесь следов от копыт Это либо козы, либо кабаны Скорее всего, это кабаны Смотрите, еще одна черепаха Это поменьше, да Что мы здесь взяли? Ну зачем? Поставь Лапки у нее такие прикольные Свернулся Когтики, все, прячь Вон она, видишь, как прячется Да, вижу, давай прячь Это динозавр Все, прячь, прячь Ой, прячь Поставь на место Мы идем по такой вот дороге В лесу прорыли Не знаю зачем Может будет тут асфальтировать Либо это от пожаров Мы уже начали видеть море Смотрите, кто-то здесь вывесил белый флаг Что бы это могло значить? Может это строители этой дороги Повесили метку Ну вот нам туда, в сторону моря Блин, херовую ты дорогу пошел Отличную дорогу я выбрал А здесь конец дороги Да, вот такие вот гнезда, коконы Мы видим повсюду На всех деревьях И там полно гусениц Вон слева И вот эта штука очень тяжелая Что это такое? Я не знаю Это выглядит очень нервно Потрогай его Потыкай палкой Может бабочки отсюда вылезут? Красивые гусеницы Внутри просто рой гусениц А как ты увидела? Не увидела Вон загляни На видео увидишь Google карта нам показывала Что идти где-то час Час тридцать Но мы идем уже два часа А еще обратно идти Мне же ножки болят Кстати, дороги уже толком нет Машина проезжает раз в двадцать минут Я так чувствую, что мы на закат придем Будем идти обратно по темноте Здесь же нет того фонаря Нет Смотрите, какие растения растут на поляне Смотрите, впереди что-то стоит Я должен пойти посмотреть, что там Непонятное сооружение Нет ни входа, ничего Вот камень залаз Чтобы посмотреть, что там А это вообще что-то непонятное Может и какой-то стратегический Военный объект Короче, ничего интересного Какие-то указатели Это велосипедные маршруты Видишь Нам еще вот спуститься туда нужно Идем в бесконечность Мне карта подсказывает, что идти еще 17 минут Но, как всегда, она обманывает Как впечатление? Ну, я устала Мы уже прошли 8 километров Вот так, по темноте Точно так же идти Мы все еще не дошли Море так близко и так далеко одновременно Теперь у нас сплошной спуск А потом подъем Таня достала запасы Вафли какие-то Мы просто только завтракали сегодня Я Таня сказал, вернемся, потом поедим Чтобы не идти на сытый желудок Вот то самое место, куда мы должны дойти Карта все время нас обманывала Вот уже видна наша цель Мы хотим дойти на вот эту Смотровую площадку Все, Таня устала Да, прошли мы, конечно, до хрена с тобой И все время сейчас подниматься вверх Можно было бы спуститься на пляж Но ты не выдержишь, Таня К пляжу еще полчаса спускаться где-то У меня пальчики болят вот здесь Надавили кроссовки Ребята, мы словили машину С детьми Ну что ж, сегодня у Тани первый был опыт автостопа В ее жизни Блин, а как я одна могу каким-то автостопом ездить Представляешь себе это? Это же страшно Одной, конечно, нет А я, когда мне было 18-20 лет Все время ездил автостопом в Крым И обратно в Киев, из Крыма По всей Украине И смотрите, кто нас встречает Гусь Мы уходили, он нас провожал И приходим, и он нас встречает Очень сильно повезло, что там, в том месте Нас согласились подвезти И мужчина, который вез пачку детей Свою жену Согласился нас подобрать Он разодвинул всех детей И посадил нас Дети боялись вообще в сторону Тани посмотреть Они как на пришельцев на нас смотрели Мальчик просто сидел с боку Боялся бы в сторону Там сидел мальчик, ну такой, лет 10 И он боялся вообще к Тане притронуться И посмотреть на нее И был еще один мальчик поменьше Мужчина не хотел брать денег Я ему оставил 100 лир, что подвез Он не хотел брать, но я его уговорил Говорю, это для твоих детей, возьми А сейчас нас ожидает ужин Так что Таня, повезло Блин, мы так быстро доехали Я просто ехала и представляла, как же долго нам возвращаться У меня уже ноги, у меня мозоль там А сегодня у нас вечером уже другой котик Рыжий Каждый вечер у нас новый кот По очереди всех, да, Тань? Да Хороший котик Лобку так все время подгибает смешно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...